Они помогают ветеранам, участвуют в организации парадов Победы и ухаживают за воинскими захоронениями. Волонтеры Победы – Всероссийское общественное движение, которое насчитывает сотни человек по Кировской области. Учающиеся в Ахрушевской школе придумали свой проект – «Три цвета Победы». Именно о нем шла речь на слете добровольчества Слободского района. Мы находимся на старте проекта «Три цвета Победы» в Слободском районе. Также здесь идет сегодня старт года добровольца. Наша цель, наверное, создать в каждом населенном пункте добровольческую команду, которая бы действовала на направлении «Волонтеры Победы». Оно сейчас сильно развивается в стране. Наш проект создан очень давно, в 2009 году. Его создала Майя Шуйкова, она сейчас уже выпустила все школы. Я уже второй год являюсь руководителем, мы стараемся его сделать еще ярче, насыщеннее. Проект состоит из четырех этапов. Планируется, что в нем примут участие волонтеры разных учебных заведений района, а в сентябре организаторы определят лучших. Первый этап – это исторические квесты, их будет три, за них также будут выставляться баллы. Второй этап – это игровые программы, которые не должны провести в своих населенных пунктах. Третий этап – это проведение акции в День Победы. И четвертый этап – это нереализованный проект в летний период. По всем этапам мы выставляем баллы. У нас активная молодежная команда. Дети интересуются всем, что происходит и в стране, и в мире. Поэтому и год добровольчества для них очень важным стал. Они принимали участие в кировских мероприятиях. Их проект «Три цвета победы» занял призовое место в области. Они уездили в Москву на слет добровольцев. И вот теперь хотели бы поделиться всем, что наработано. Опыт добровольчества в Ахрушевской школе серьезный. Волонтеры представили собравшимся и другие проекты. Учащиеся школы-техникумы в Слободского района познакомились с самыми разными идеями, которые теперь и сами могут воплотить в жизнь на местах. Наш проект «Пенебольшую жизнь» был создан в 2013 году. Создателем этого проекта являлась портных Анна. И в 2016 году я заменила ее. Суть проекта является в том, что мы ходим к четвертым классам и рассказываем о жизни в большой школе. Им, конечно, очень интересно. Они постоянно нам задают интересные вопросы, которым мы, конечно, с удовольствием отвечаем. И в конце года мы выявляем самых активных ребят. И мы даем им галстуки, самым активным. Вот такие вот. Мы рассказываем о новой волне, о нашем объединении, новая волна. И они как бы уже знают, стремятся идти и быть активными. Это очень интересно. Какие-то мероприятия для детей, видеть их загоренные глаза. Очень классно. Именно такие знакомства и эмоции, считая Дарья Кайсина, необходимы каждому добровольцу. Для гостей из Ильинского это направление в новинку. Хотя тема волонтерства ребятам знакома. Они участвуют в акции «Бессмертный полк», «Благотворительных мероприятиях», «Днях здоровья». У нас проводились различные мероприятия по сбору макулатуры. Сейчас мы собираем деньги на строительство дороги, ремонт ее. Пока серьезной волонтерской деятельностью не занимался. Но, скажи, почему у вас здесь? Просто по мнению учителей возможно. Многие участники нашей школы помогают развивать среди людей преклонного возраста, пенсионерам, то есть их к высоким технологиям более учат их заниматься каким-либо действием на компьютерах, на каких-то более современной аппаратуре. У нас проводится благотворительный концерт в селе. Я в нем участвую и решил съездить сюда. Скажи, а какое участие в этих концертах принимаешь? Я танцую, играю в музыкальной школе, пою. Я только что вступила вместе с Димой. Мы решили принять участие. Все. Скажи, а вот как ты к этому выбору пришла? Учителя посоветовали. Мы планируем приятно провести время, узнать что-то новое, познакомиться с кем-то, встретиться со своими друзьями, которые живут далеко от нас. Болонтеры, они очень полезны для нашей страны. Приобретаются какие-то навыки, качества, люди тянутся за ними. Когда ты что-то делаешь хорошее, то это тебе возразится, тебе самому приятно, когда ты что-то делаешь. Программа слета обширная и интересная. Работа площадок и концерт – только начало. Ребят ждали игра на команду образования и исторических квест. Взрослым в это время тоже скучать не пришлось. Педагоги участвовали в мастер-классах по созданию видеороликов и технологии проведения игровых программ.